Третье. Умоляю вас, избегая великих грехов, будем избегать и так называемых малых, разумею, прознословий и смехотворства. Тихо и кротко относитесь к каждому, и когда ведете беседу только для разогнания скуки, и тогда да будет она у вас благо. Да будет у вас речь или о предлежащем рукоделии вашем, или о решении недоумения относительно какого-либо местописания, или о чтении по уставу, или о житии какого-либо святого, или о разрешении нашим от тела, пришествии к нам ангелов, и нашем ответе перед Господом и Богом за всю нашу во плоти жизнь. Как святые отыдут к неизреченной радости, а грешные пойдут в муку безутешную. И как, вопрошайте друг друга, избежать нам этой страсти, пусторечия, истяжать противоположный ей добродетель, мудра речия. Слеза как прорывается и источается, и отчего иссыхает. И что послушанием нелицемерным, смирением и молчанием уст, орошается произрастение души и распускается, как древо жизни посреди рая, а иссушается многословием, смехами, неуместными и безвременными воззрениями и очей, ропотливостью, жестокоречием, долгоспанием, многоедением и всякой другой страстью, какой произвольно предаемся. Глава седьмая. Всех Господь и Бог наш являет людям благость свою, сияя лучами человеколюбия, чтобы всех привести к себе. Наш же, монахов особенно, как бы извел из тьмы свет. Отец, какое же благодарение воздадим избравшему нас и призвавшему Богу, такое, чтобы жить нам с целью преуспеяния в благочестии, отложив жизнь страстную и сластолюбивую. Сознаем же, братья, звание свое, будем перед очами иметь, чего требует монашество, и те обеты, которые изрекли мы перед лицом ангелов. И так встанем жить, так готовые, как только позовет Бог, с полной радостью перейти отсюда, как из пришельствия в собственное жилище. Видите ли, ничтожность настоящей жизни. Видите ли, как непостоянная и скоротечная жизнь человеческая. Одна есть благая часть, одно благо жизни и благодать ненасытимое, стяжать Бога через соблюдение заповедей Его. Но это требует труда и понуждения себя напряженного. Вы, граждане Иерусалима, жители рая, сопричастники хора ангелов святых, если стоите в звании своем, пребываете верными Ему, любите Его всем сердцем, понуждаете себя на дела Его, от всего же противного Ему воздерживаетесь и всячески утесняете себя. Радуйтесь же страхи Господним и ощущайте себя от всякого нечистого расположения. Убелитесь и возблистайте, как стены света. Старшим оказывайте уважение, послушание и благопокорливость. Друг друга любите и богатны, да множатся в вас. Своему же нраву следование и самосвете ненавистны, да будут вам. Все настал день Бога явления. Господь небес, встретим Его чистыми. Приготовим святые благорасположения и в дарах всей твари дореносимому принесем жизнь обновленную, боговидное созерцание и боголюбивое горение сердца. Принесем еще кто любовь к безмолвию, кто неусыпную бодренность, кто много молитвия, воздержания, благопокорливость и безропотность. Все-все так, чтобы ни в чем не оказалось у вас недостатка. 5. Бог через святых своих возвещает, какая в будущем ожидает нас слава. Святой Павел взывает, недостойны страдания нынешнего века в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Римлянам 8.18 Святой Давид поет, лучший день единый во дворах твоих, нежели тысячи. Псалом 83.11 И насыщись, когда я явиться славе твоей. И из других пророков некто вопиет, что оттуда беже болезнь печали воздыхания. Исайя 35.10 И сколько еще желающий может найти в Писании подобных свидетельств, которые показывают нам недомыслимое наслаждение, пределы, не имеющие веселья и неописанность благ, обетованных Богом тем, кое благоугождает Ему. Будем же стоять в этом, утверждать себя, созидать себя и совершенствовать себя во Христе Боге нашим. Глава 8. Не останавливайтесь и не предавайтесь лености в служении Богу и, смотря на притрудность в настоящее время, не лишите себя наслаждения, которое в веки будущем. Но все, и слова, и дела благодушно переносите и так располагайте свою жизнь, чтобы принимать друг друга в любви Божией и самосчастовать взаимно друг другу в трудных делах. Проживите вы целое столетие в подвиге, и это не может идти в сравнении с одним часом безмерной полноты и вековечного бессмертия. К тому же и блаженно, и скажем по-человечески, очень выгодно, малое такое как бы сновидение, позлострадать, а в воздаянии получить бесконечно блаженную жизнь. Не будем поблажать телу, которое святые почитали врагом и смиряли его всячески воздержанием, так как угождение ему противно духовной жизни. Еще немного и отойдем из этой жизни. Примеры там увидим на братьях наших, которые один за другим сходят во гроб. А мы разве останемся здесь? О, но, о, о, братья, конечно нет. Сколь страшно дело смерти. Почему следует нам, как бы свыше вдохновляясь, постоянно держать себя в состоянии созерцания, помышляя, что мы как бы уже умираем, что вот-вот совершится отделение души от тела, придут ангелы. Не будешь же мне сказать, набегут и бесы, потому что это бывает в теме, кое порабощено страстям. И услышится, время душа, выходи. Какой труд и какая болезнь расторжение союза будет тогда? Тогда доброделание и неосуждение совести будут великой помощью, утешением и ходатайством за отходящих. Тогда послушание примет дерзновение, смирение привлечет благоволение, слеза преклонит на милость. Обилие дел возьмет силу над бесами, терпение за всякое дело заступится. И враги вспять возвратятся ни с чем, а душа с ангелами в великой радости пойдет к спасителю. Тогда страх, если как-нибудь душа в страстном навыке состоящая найдется, обладаемой грехом. Ибо тогда возьмут вверх бесы и не зринут ее бедную вместе с собою в бездну ада. Во тьму и тартар мучительный, вот и польза душе твой от поблажки страстям. Очистим же себя еще здесь, прольем кровь в подвигах. И да не будет у нас ничего, чтобы отторгало нас от заповеди Божией. Ни труд, ни болезнь, ни наслаждение, ни покой, ни всякое довольство. Хотя бы и умирать нам приходилось каждый день, претерпим то с радостью, стараясь жить выше мирских мудрований. Кроме страшного судьи Бога ничего не будем бояться, ни человека, ни зверя, ни огня, ни меча, ни моря. И ничего иного, что кажется страшным. Ибо человек, созданный по образу Божию, есть Господин и Владыка земных тварей. Глава 9. Как земля, благая, напаяемая дождем, из Бога благодатных токов Духа Святого, приносите плод и произращайте добродетели, как полные жизни колосья. Как поновляете вы поля, так и землю души вашей очищайте от терни мысленных, а огнем страха Божия и мечом истины. Сейте же по заповеди апостольской не в плоть, чтобы от плоти не пожать и степление. Но сейте же дух, чтобы от Духа пожать плоды духовные. Научаясь терпению, постоянству, великодушию, смиренно-мудрию, взаимной друг к другу любви, ненавидя же зависть, лукавство, обощение, поношение и оклеветание. И жить и так же воздержание. Воздержание же есть, когда телу дают пищу, сообразно с потребностью ее, не слишком обременяя ею тело, не слишком облегчая от него, как поступает и при нагружении судна, ибо когда оно слишком наполнено, то может пойти ко дну, а когда слишком легко, то подлежит опасности перевернуться к верху дном. Так же в отношении ко сну, надо принимать его сколько полезно. За соразмерной диетой исследуют легкие сны, а затем и другим бодренность на псалмопении, внимательное слушание чтений, разумное понимание каждого слова, испоемых божественных песней. Будучи же услаждаемо всем этим, душа благонастрояется, согревается и просвещается, вкушая плоды умеренности во всем. А от многоястия сны тяжелые, от того же и другого омрачения мыслей, неразумения песнопенных, песненных речений, сжатия уст, потемнения очей души и тела, ибо с внешним сообразуется и внутреннее. Тогда вор душевный, набежав, крадет, что хочет. Поэтому-то и Господь сказал, бодрствуйте. Бог любит задушевное слово, благопокорливый ответ, благое нерасстроенное лицо, тихий нрав, смиренную беседу. Кто благодушно переносит пачи других злострадания, кто благодарит, когда не достает ему потребной одежды или обуви, или наглавника, тот настоящий делатель Божий, на будущее великие блага, меняющие, временные и ничтожные. Я забочусь всех, всем довольствовать. Говорю же так для того, чтобы, когда не достанет каких вещей, никто не огорчался, не раздражался и не роптал. Бывают же и такие, которые, горя любовью к Богу, и произвольные иного, лишают себя. Но, конечно, добре творит всякий, кто с благодарностью принимает даемое ему, когда бы то и каково бы то ни было. Четвертое. Царствие небесное предлежит вечно блаженной жизни, воздаяние ждет угождающих Богу. Кто же не потечет? Кто не поспешит восхитить такие подаемые сокровища? Кто самоохотно не решится излострадать и обнаженным быть, и терпеть холод и мороз, и самого себя умерщвлять подвигами ради таких и таликих благ. Но вы не непричастны таких трудов и подвигов. Ибо через отречение своих похотений, через отречение от всего, через всякого рода терпения, вы умираете каждодневно, имея между тем жизнь вашу, сокровенную во Христе Иисусе Господе нашим. Когда же явится жизнь наша Христос Господь, тогда и вы начнете радоваться с Ним вечно. Не ищите же здесь покоя, но удостоверением в тамошнем вечном упокоении почитайте здешнее злострадание. Глава 10. Путем Божьим шествуйте, каждодневно имея Господа, по обетованию Его шествующим нам. Ибо Он Сам в реце апостола своих сказал всем взыскующим завета Его и сведения Его, Псалом 24, 10, что Он с ними будет до скончания века. На пути Его истези неведомы, невидимо соприсутствует Он, о чём ума и безгласно собеседует с теми, которые чисты сердцем. Держитесь в пути своего правого, минуя козни завистливого дьявола. Восприимите крылья любви Божией, чтобы парить наравне с облаками, превыше всяких наземных сетей. Умастите ноги Ваши елеем радования и целомудрия, не ужасая ступания по скорбному пути Господней. Если жаждете от малодушия, пейте воду терпения. Если алфите от изнеможения душевного, вкушайте хлеб, питающий и укрепляющий сердце человека. Слово премудрости, подающее благую силу и мужество. Добре припоясаны Вы и бодры, взирая же горе, не возлагайте на себя неудобоносных бремён, разумея, недобрые пожелания вражеские, довольны для шествующего путём, ведущим от земли на небо, без малодушия идти путём этим, не налагая на себя никакой ноши. Добре рассудили Вы, премудро поступили, что вышли из мира, и теперь преподобно приметаетесь к Дому Божьему. Работайте Господу и служите Ему каждодневно, отвращаясь от всего привременного и рода, и отечества, и всяких похотений, плоти. Дело наше, дело ангельское. Ещё немного потерпим, немного по зло постраждим. Приходит уже конец и предел жизни нашей. Взяты будем святыми ангелами и начнём радоваться во веки наследниками, став обетованных благ со всеми святыми. И тогда никакого не будет у нас жаления, ни о том, что победствовали, ни о том, что измождились подвижничествуя, ни о том, что испастились или лишали себя сна, или терпели холод и стужу, или иным каким образом лишали себя удовлетворения и пожеланий своих. Напротив, будем благословлять и ублажать в тот день и час, когда благословил Бог, чтобы мы убежали из мира и приняли монашестую схему. Там каждому за всякое здесь дострадание воздана будет царицею, и вместо печального обретём там всерадостное и пресное жизни. Почему никто из нас да не отказывается потерпеть находящее? Ибо взамен этого получим радование не изглаголанное и вечное. Да не будет же услышать кому-либо из нас, помни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, и между нами и вами пропасть великая и утверждённа. Все страшные глаз, отделяющие грешника от праведника, страшные, и когда помышляешь о нём. Каково же будет услышать его? Сколько отстоит небо от земли, настолько отдалённо будут сущие во грехах от Господа Бога нашего. Други же его истинные рабы внедут к нему в царство его небесное, в вышний Иерусалим, град великий, где сокровище недомыслимое, слава беспредельное и радование вечное. Там узрим друг друга и познаем себя, и я верую, что если будем всегда исполнять волю Божию, вместе будем там в радости нескончаемой. Если же это так, не потрудимся мы. Не потрудимся ли, не позлопостраждим ли самоохотно, не испьем ли с радостью о смеянии и поругания, как молока, не пожелаем ли на последнем месте быть и степени, или даже быть попираемыми более всех, не изберём ли умирать каждый день произволением, как агнцы Христовы, незлобивые. Да, братья мои, да, отцы мои, таким расположением угодили Богу святые. Не будем искать здесь вседовольной жизни чуждой всякой неприятности и тяготы, но более будем радоваться, когда бедствуем, и веселиться, когда в трудных находимся обстоятельствах, когда бываем обижаемы, теснимы, терпим недостатки в нужных вещах, в жилище, в пище, в пище, в обе и одежде, или в других каких потребах. В этом свидетельство наше, и за это ублажается инок, как непрерывно состоящий в борьбе и подвиге. Если же вы не таковы, то явно, что вы не стоите на иноческом поприще, хотя именуетесь так подложно, притворно и лицемерно. Впрочем, о вас я знаю, что вы искренне подчиняетесь уставу иночества, искусно шествуйте путём его и живёте ангельски, имея десницу Божию, поддерживающую вас, утешение Духа Святого, укрепляющего вас, святых ангелов и всех богооблаженных мучеников и преподобных, помогающими вам. Восходите на гору Божию и в дом его святые, по слову Исаии, велегласнейшего пророка. Никто не отставай, никто не приседай, друг другу помогайте, состояв крайней между собой любви, друг другу поощряйте, друг другу соревнуя, друг другу подражайте, да не будет у вас ни смеха неприличного, ни развлечения растеивающего и размеживающего, ни долгих праздных бесед, раздоржий непослушания, да и не именуется в вас. Желательно, чтобы вы говорили степенно и честно, имели друг другу радушное расположение и обращались друг с другом тихо и приветливо. Все испытывайте хорошего, держитесь, от всякой вещи злой отгребайтесь. 1 Фестиво Никитин 5, 21 Господь же мира додаст силы и крепость душам вашим, и сам допасет, сам допитает вас на водах покойных, возвращая вас на стези правды, сохраняя от кознисти злобного змея, обвеселяя, услаждая, утешая и удостаивая вас, Своего Царства Небесного. 11 глава «Придите, восприимем общее все готовность и ревность еще и еще служить Богу и угождать Ему. И да ничто не полагает нам к тому препон, и не удерживает от того, но и от мира отречемся пополнее, и плоть препобедим, и от родства устранимся, и удовольствие трезрим, и труд изберем, и все другие дела добродетели сотворим. И будем творить, чтобы, оказавшись непрекновенными по своему званию, наследовать нам Царство Небесное. Змей страшный, всезлобный дьявол неотступно ползает около, желая погибели нашей, тайком прокрадывается, входит в сердце наше и всевает в каждого семена зла. В кого слазь греховную, чтобы за то удовольствие и одночасное наслаждение лишить его вкушения вечных благ и послать в огонь неугасающий? В кого равную убийству страсть зависти по причине доброй славы брата, коей завистью омрачает ум его, и как в темноте ночной ходящему не дает ему видеть славу Божию, чтобы явить в нем нового каяна погибельного? Кого к чему угодья увлекает, что, победив под черевными усложнениями, отдалить его от Бога? На кого напускает уныние? В ком порождает отвращение к своему званию или к подвижникам, или к монастырю? Кого заставляет тяготиться псалмопением, чтением и уединением? А напротив винования вообразимую поднимает пыль страстных помыслов и движений, чтобы сбить его с правого пути и погубить? Но мужайтесь, и докрепится сердце ваше, ибо мы уповаем на Господа, сокрушившего державу смерти, и даровавшего вам силу, наступает на змея, на скорпионов, на всю силу вражью. Видим примеры этому во святом Антоне Великом, который так сокрушил и тенил силу врага, что тот не мог переносить даже тени в святыни его. Да и все богоносные отцы побеждали его, и все в настоящем роде, вседушно работающие Богу, побеждают его. Вижу, что вы усердно трудитесь, в жертву Богу принося труды свои. Но да будут труды ваши всесторонние, безукоризненные, достойные воздаяния. Как же это? Работайте тихо и безмолвно. Слова не во время, да не исходят из уст ваших. Дегайте при возношении, гнушайтесь про дерзости, облетитесь в смирении, ночьте себя на всякое послушание. Смотрите, не навлеките на себя смерти каким-либо грехом, и не приближайтесь друг к другу во время страсти. Не дерзайте вдвоем быть наедине, чтобы тут огонь греха, не касаясь членов своих, как бы то ни было, особенно же одного, ибо тут гнев, огонь, смерть. Внимайте чтению, бодренно совершайте псалмопение, не дремите, предстоя Богу, и получите от него дар, ибо он всегда раздает дары бодренным. Жалости достойны, когда от лица царя отходят, одни получив дары, а другие отсылаются ни с чем. Хотя те и другие были заодно и работают, но как одни работали лениво и сонливо, а другие искренне и со всем усердием, то так различной оказалась участь их. Спешите, подвязайтесь, стеките, достигайте. Да не затворится для нас дверь, да не пресечется время жизни нашей, да не снизим во гроб неготовыми, да не разрешимся от союза с телом виновными, да не узрим во время разлучения души и святых ангелов без дерзновения, да не схватит нас за грехи Фиопто, длинный до небес, который показан был Антонио Великому, да не поглотит нас хаос, преисподняя, тартар, огонь шумящий, нескончаемый, или другие мучилища, где плач и скрежет зубов. Но да обретем там мирное и блаженное долгожизни, да припадем ко Христу, владыке нашему и Богу, и узрим безмерную ту красоту, ту непристутную славу лица Его, хороводствуя со святыми ангелами и со всеми святыми, веселясь там, откуда отбеже болезнь, печаль и воздыхание. Глава 12 Провозглашаю вам, как некогда Господь ученикам, встаньте, идем отсюда. Говорю же это не в том смысле, чтобы исторнуть себя из тела, прежде чем позовет Бог, связавший нас с Ним, для испытания добродетели нашей, но в том, чтобы и сущих теле мудрствовать о том, что выше тела. И как о себе написал Божественный Павел, распять себя миру, ибо как он же воззвал, что те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Переносите же мужественно все тяжелое и прискорбное, и будьте во всем воздержаны. Ибо если бы пратис наш был в этом отношении благопокорлив, Бога преданной заповеди, то не облабызал бы смерти вместо жизни через невоздержание. Паститесь же и не вкушайте от приогорчевающего древа греха, если возможно, даже и мыслью, но всячески берегите себя от него делом. Жадными очами не делайте страстных воззрений и сами себя не подвергайте очарованию. Затыкайте ухо от слышания неразумных речей и бесполезных сказаний. Уста приучайте петь только Боголюбезное и пребывать непразноглаголевыми. Руки, ноги и все члены Ваши да будут защищены от всего страстного. Ты, получивший послушание по экономии, старайся безукоризненно и непрекновенно ходить среди братьев твоих, всем распоряжаясь со смиренным мудрованием. Ты, кому поручено смотреть за полевыми работами, со свойственной Тебе мудростью и твердостью и внимай делу этому. Все подобающее по нему верно исполняй и все держа в своем порядке. Снисходи из постражде приутомляющемся, особенно из новичков. Слово Ваше да будет солью растворено, да даст благодать слышащим. Будьте любочестивы, почтенны, благоглаголевы, утешительно, учительны, благочинны, руководительны в деле своем. Ты, келарь, кажется, палатный или расходчик. Уповай на Бога и возмогай в державе крепости его. Прииздевай в попечении о братьях, стяживай и в Бога стяжешь. Ибо не людей питаешь, но если хочешь апостолов Божиих. Приготовляй и давай им и яслое питья, лучшее из этого, что имеешь. Но ни приправ, ни сластей, ничего, чем живущее для чрева набивает его, да не будет. Это не идет и для благочестивых. Но овощи, хлеб и вода, вот все учреждение для них. В этом отцы наши находили великое утешение. И ты, чадо мое, повар добрый, попекись, а братцы, приготовляя ему с едомой в утешение, да воссияешь в царстве небесном, как солнце. Вы, огородники и садовники, работайте, старайтесь довольствовать братья. Доставляем всякого рода овощи, да угождая им, Богу угодите, удостойтесь насладиться вечным покоем. Вы, при киларе состоящие, со всем усердием и добрым изволением, отдавайте силы свои на дело свое, даже до крови, и добре относитесь к первокиларю, потому что от него зависите. Вы, исправляющие дела по конному двору, благоприятно и Богу, и нам несете послушание и вдвойне против других служите братству, почему двоякими венцами украшены будете. Всякий из вас, кто больше от других печется, делает для них и трудится, несомненно, большее получит и воздаяние. Впередите ко мне и вы, приставленные к мельницам, и вам, говорю, надлежит иметь великое попечение о деле своем, но ничего не допускайте лишнего против того, что положено ни в пище, ни в питье, ни в другом чем. Относительно же того, что приходится не быть на правиле в совмопении других службах, и нам нежелательно, чтобы так было, но по причине крайней нужды не имеем, как иначе распорядиться. Однако ж не унывайте, вместо вас мы восполним недостающие у вас в этом отношении, хотя мы и грешны. Будьте только бодренно внимательны к себе, имейте страх Божий, и уклоняйтесь от мирских бесед. Глава 13 храм единым воззванием, согласно воскрубите славословие Господу Богу, и затем вслушивайтесь в псалмопении, бодренно следите за чтением, чтобы тем и другим просвещаясь в радовании, благоплодно прибыть на богослужение и посрамить дьявола. Но при этом не забывайте внутренне в трезвении совершать молитв, дабы быть зримы, чистым сердцем, чистым, освященными более, а не помраченными выйти из храма. Кончилось правило, тихо и мирно исходите из дома молитвы. Затем, один берись за учение, стараясь не погубить при всем собранное от псалмопения сокровища через празднословие, а напротив, к тому благу присоедините то, что теперь изучится. Другой, если хочет и нужду имеет, может отдохнуть прилегше на постели, только и тут, осенив себя крестным знаменем и благочинно возлегше, пусть мысленно прочитывает он какой-либо псалом с размышлением, чтобы не подвергнуть искушению от искусителя врага. Ибо любят демоны после богослужения возмущать души наши недобрыми движениями, чтобы отмстить за поражение, причиненное им внимательным и благоговейным пребыванием в храме, и сделать, чтобы мы зле расточили то, что добре собрали из церковных песнопений и чтений. Для чего омрачают помыслы непокоривым, делает тело по причине утомления его на псалмопении и производит непотребное сочувствие и сосложение. Но, конечно, лучше делать тот, кто воздерживается от сна и занимается или мысленным углублением в псалмы или другим каким делом, а не бросается тотчас в постель, если не клонит его к тому сон непреодолимо, ибо в таком случае он остается свободным от искушения. Проверь, и так это время, надлежит всем нам быть скорыми и друг от друга неотстающими, спеша на совершение первого часа, ибо из-за чего терять нам мзду свою и обременять совесть. После этого, молясь Богу, да исправится дело рук наших и весь день да совершится добродетельно, приступайте к делам, как будет распределена каждый или особо к своему, или все вместе к одному, когда случится в этом надобность. да будет же ваш труд и работа стихословиям, молитвы и добромыслием. Будет ли это работа на поле или винограднике, или по кухне, или другое, что по обычному порядку, делаемое в определенные часы, и это все да будет исполняемо добросовестно, со стихословием. Слово ваше всегда да будет о предметах подобающих, телесной или то жизни касается, или духовной, какого-либо, например, тропаря или какого-либо делания. Соревнуйте друг другу в добром. Всякий из вас имеет свое доброе качество, но какого у него не достает, тем обладает другой. У него он пусть и позаимствует его, как добрая пчела, трудолюбно собирающая мед со цветов. Покой и любие да будет далеко от нас, и леность да будет изгнана. Теплы будем к Богу и сносливы в подвиге. И ничто да не становится, как средостение между нами и любовью к Богу. Ни пост, ни бдение, ни холод, ни зной, ни поношение, ни скудость в потребном, но все почитая второстепенным, всему предпочитать будем спасение наше. Будем все благодушно переносить все, вспоминая, какие страшные претерпел Господь страсти нас ради. Какое же сравнение раба со владыкою? Почему? Что бы мы не потерпели, ничто же есть.